Был много сказано про высокие материи, сегодня говорили про виртуализацию, сегодня говорили про PowerDNS, сегодня говорили про свободные коопы, про дистрибутивы, и тут прихожу я, можете закидывать помидорами, я как человек, который будет вам рассказывать про критерное решение, про Одинэску. Хотя тут на самом деле очень спорный такой момент, к чему относить Одинэску, потому что по большому счету да, платформа, те, кто с Одинэску сталкиваются, я думаю, я не понимаю, она закрыта, но конфигурации, то, в чем ваши сотрудники, ваши коллеги работают, они, можно сказать, назвать можно open source, потому что язык программирования Одинэску у нас живет, и, соответственно, разрабатывать какие-то свои решения по Одинэску можно. Сегодня я вам хочу, наверное, не то что рассказать, а, может быть, развеять такой некий миф о том, что запустить Одинэску под линуксом, то есть полностью построить систему автоматизации, практически невозможно. Нет, вот не так, на самом деле это все реально, и сегодня мы об этом с вами поговорим, поговорим об экономике этого дела, потому что для многих из присутствующих здесь линукс это, наверное, увлечение, для другой половины это работа, и, наверное, процентов всего лишь 15 здесь людей наберется, у которых совместилась и любовь к линуксу как хобби, и работать. И многим из вас наверняка, тем, кто работает в компаниях, не раз, не два приходило в голову шальная мысль, а давайте полностью всю инфраструктуру переведем на Одинэск. И приходилось сталкиваться с кучей сложностей управленческих. Попробуем сегодня разобраться, как эти сложности проходить. Для начала давайте разберемся, для чего нужна автоматизация бизнеса в принципе. На слайде я попытался вывести основные моменты, собственно, сокращение времени, сокращение времени на работу каких-то специалистов, решение каких-то задач. Даже для вас, для айтишников, у Одинэса есть решение, это Одинэс Этиль, по-моему, называется, мне память не изменяет. Это раз, момент. Второе, для чего нужна автоматизация, это единое место хранения информации. Я сейчас ушел полностью из информационных технологий, я сейчас работаю в рекламе, пора сайт, да, весело как. Вот. И я работаю в компании, где информационные технологии застыли, это, знаете, где-то, в каком году, экспишка вышла, кто помнит? В этом году, где-то вот в этом агентстве, в большом рекламном агентстве, которое застряло. Мы до сих пор сидим на экспи, на офисе 2003-м, про автоматизацию не слышали, и когда вот мне, как руководитель подразделения, приходится собирать информацию сотрудников, там, допустим, о продаже, показать их по клиентам, вот у меня начинает свистопляска. Вот сейчас у меня суровая война идет за тему, давайте автоматизироваться. Снижение человеческого фактора. Ну, так, опять же, не послойте, автоматизация действительно позволяет нам избежать каких-то ошибок, к которым склонны люди, потому что машина, она просто считает, считает, считает. Следующая важная вещь, для чего автоматизация нужна бизнесу. У каждого человека, который бизнес создает, есть видение того, как этот бизнес должен работать. Это некая модель. И автоматизация, неважно, на 1С, на Аксапте, на SAP, на чем вы не автоматизировали, позволяет идею вашего бизнеса переложить на этот самый бизнес и ее вести в реальную жизнь. Ну, и собственно, да, простота взаимодействия компании, консолидация данных, это тоже понятно. Наверное, мне еще стоит упомянуть, что я не являюсь IT-специалистом, я не являюсь программистом, я человек, который занимался постановкой бизнес-процессов в 1С, и поэтому на какие-то, наверное, сверхсложные ваши вопросы заранее говорю, вряд ли ответить смогу, но попытаюсь в случае чего. Вообще, с чего началась 1С? 1С началась давным-давно, в 91-м году, в небольшом НИИ, где Болин Уралиев и его брат создали базу данных для поиска информации. База работала быстро, за одну секунду, отсюда произошло название 1С. И, когда в России началась рыночная экономика, собственно, братьям захотелось заработать денег и сделать при этом что-то великое. На мой взгляд, как бы мы к 1С не относились, кто-то его любит, кто-то ненавидит, кто-то относится нейтрально, но великое им удалось, это факт. Потому что, ну я не погрешу против истины, если скажу, что почти 100% организации Российской Федерации все-таки так или иначе 1С в своей работе использует. Изначально решили. Благодаря исключительно нашему законодательству, потому что нет альтернативы, нет возможности следовать. Нет, на самом деле, альтернатива есть всегда, господа, по большому счету. Просто 1С, как фирма, они постарались когда-то, они хорошо сдружились с Минфином, они хорошо сдружились с… Называется кому? Альтернатива здесь не упоминают, что будет корректно. Но вообще, по большому счету, ладно, да. Я тоже… Поэтому это безалютная земля решение. Да, я вообще, на самом деле, тоже считаю, что… Потому что люди, которые ставят САП, они вынуждены поставить рядом 100, а 1С, чтобы через него проводить то, что они сделали. Тут ты ошибаешься, у меня есть примеры, когда люди сидели над САПом полгода, но они туда русский бухучет запустили. Да. Со скрипом, со стонами… Все равно, я более чем уверен, что не крято, что это 1С, которая лечет в партнер. Только за год подсмотрели, только какую-нибудь форму проводки, то еще что-то. Обязательно есть это 1С? Ошибаешься. Сейчас мелкие фирмы начали уходить от 1С, ставят… Что? 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 Когда-то был проект, который назывался «Ананас», но который, по-моему, заглох, если я ошибаюсь по карте. Была попытка сделать 1С, но она выкнулась. И переходить к малому бизнесу из линии реально некуда. Есть такая штука, я думаю, что на САП все слышали, которые сказали, что это фига, это фига денег. И вот относительно недавно в Россию пришел САП B1, САП Бизнес 1 полностью название. Это решение для малого бизнеса, как сами немцы его позиционируют. Цена лицензии 1500 евро. Значит, по меркам этих немцев, малый бизнес, который вот САПом может пользоваться, маленьким САПом, это оборот 10 миллионов долларов в год минимум. Здравствуйте, в сравнении. А у нашего малого бизнеса реально нет альтернативы. Ну куда они рванут? Только на Excel если. А что, то есть как сдавать? Вручную и все формировать? Ну не такие фантастические стоимости там лицензии. У кого? Ну у 1С. Да ладно. Ну если какой-то простенький вариант платформы купить, то... Причем здесь простенький вариант. Серверная лицензия. Серверная лицензия сколько стоит? Что ж надо? 100 тысяч стоит серверная версия 1С. Чисто северная. А сейчас везде северная придется ставить. ...бухгалтерию и автоматизацию предприятия. Тогда да, тогда есть выбор. Можно 1С только предприятию. Можно, но смотри... ...предприятию... Если у тебя 5 человек работает, там уже и 7, можно сказать. Но там много вариантов. У нас было порядка... ...порядка... ...затроников 70. ...французская. И у нас там был 1С бухгалтерий. В принципе все равно есть. Есть решение. Вы понимаете, в чем проблема решений, которые, так скажем, не 1С. Проблема как раз к нашим законодательствам. У нас то есть дело меняется, там... ...допустим, формулы уже... ...вы так сильно связаны. Уже не по теме. Или даже количество... ...которые занимаются торговлей. Они выписывают своим счетом... ...товарную накладывающую в бакуру. Формы законодательные. Формы унифицированные. Все. Файловые непонятные. И формы эти тоже могут поменяться. И тут, видишь, делаем только в бухгалтерии. Управлический учет тоже по сверху все равно. Файловые потери. Ну да ладно, давайте будем продолжать. Сначала выходили редакции под DOS, которые абсолютно прошли для российского рынка незамеченным. А вот в 95-м году под Windows 3.1 вышла первая редакция DNS для винды. И вот тут мы должны, наверное, все дружно сказать, опять же, спасибо господину Нураливу за какую вещь. Именно тогда начинается информатизация российского бизнеса. Именно тогда вот эти тетеньки, бухгалтера, которых мы любим или ненавидим, любим, когда дают зарплату, ненавидим, когда приходят с вопросами, начинают осваивать компьютер. Именно DNS стала катализатором развития, в общем-то, большого счет информатизации бизнеса. Я вас умоляю. Они запомнили три кнопочки и нажимают их. И он в порядке. Ну, это от бухгалтера на самом деле зависит. Очень зависит. Я в рамках своей карьеры видел бухгалтеров разум. Да, есть те, которые знают три кнопочки. Я таких учу. Я, собственно, после вас как на статье поеду. Бухгалтеров учите работать в DNS. О, приходите ко мне. Пишите моих бухгалтеров. Двенадцать человек. Бабушки разных возрастов. Две вместе в час и поехали. Хорошо. Хорошо. Я согласен. Две вместе в час. Один месяц. Через месяц, если не будет результата, ты мне вернешь эти деньги с процентов. Легко. Легко. Я уже возьму свои контакты. Договорились. Да, переписывай. Вот. В девяносто девятом году, в общем, получился взрыв. Вышла платформа 7.7, которую, я думаю, все видели. И многие компании используют до сих пор. И вот с этого момента у DNS все. Просто реально не стало конкурентом, по большому счету, на российском рынке. Все, которые переходили на 1S, многие, повторяюсь, до сих пор активно используют вот эту вышедшую давным-давно семерку. Но 1S не стояла на месте. В третьем году мы получили восьмерку. Восьмерка стала, опять же, наверное, эпохальной вещью в истории компании. 1S перешла из формата, мы просто учитываем товары и выписываем документы. Формат, что мы делаем какие-то операции, но еще и получаем какую-то аналитику по бизнесу. В этом же году, точнее не в этом, спустя некоторое время, начинаются первые шаги 1S по отношению к тем компаниям, которые решили перейти на open-source. Потому что, когда фирма 1S была основана, господин Кропольц как раз таки написал свое письмо о том, что он делает принципиально новую операционную систему. Появился так называемый веб-интерфейс, который не был предназначен для полноценной работы, но позволял информацию из вашей информационной базы, вашей, например, торговой компании, вывесить в интернет. Ваши заказчики, заходя на специальную ссылку, могли оформлять заказы прямо там. Но этого, естественно, было мало. В девятом году появилась платформа 8.2, появился веб-клиент. Кто-нибудь наверняка эту штуку видел. Эта возможность была запуска 1S через веб-браузер, поддерживался IS, поддерживался Apache. Соответственно, 1S уже можно было без костылей, по большому счету, запускать в любой операционной системе. И ура! В 2013 году платформа 8.3. Господа медсоиды, наконец-таки, получили свои уроки. Не только сервер 1S, который уже на тот момент существовал, но и клиентскую часть платформы, которая нормально, абсолютно выходит в DEP-пакетах и RPM-пакетах. И, собственно, тут у нас диалог состоялся. В 2015 году начали ходить слухи, что 1S выпустит клиент нативный и под macOS. Тем самым 1S занимает уже весь рынок. Какие ограничения у веб-версии клиента? Слушай, ну там есть проблемы, во-первых, всем самым оборудованием. Там с рецензией проблемы. С оборудованием RAS, да. И некоторый функционал, действительно, там, в зависимости от конфигурации может подрезаться, но с точки зрения работы, там, по все дневные, по большому счету хватает. Просто мне кажется, смысла-то особого не было, клиентов владеть, можно было остановиться на веб-интерфейсе, да и увезти его. Ну там с лицензией, одна лицензия на одного клиента. Он не сможет несколько штук запустить 1S. Нет, одна лицензия на одного пользователя. Пользователь не сможет несколько 1S запустить. Проблема с веб клиентом в том, что он очень часто тупит, если ты запускаешь его на новую машину. То есть первые две недели он очень сильно может тупить, если у тебя большие данные. Я не знаю, что там говорят про быстро работает. Я пробовал. Не работает. Ну да, вот клиент, на самом деле, это должен, по большому счету, костыль, но это все-таки можно считать. Хотя бы по большому счету. Он еще не допили. На моем встрече пользоваться. Нет. На мобильнике он точно не мог бы работать. Понимаешь? У меня была машина, 8 ядер, 16 гиглов памяти, гигабитная сеть. Тупит. Нет, а пишет. Нет, логин ты пил. Ну я сейчас могу начать выяснять, а чего там было. На смартфоне можно клиента создать. Там был как раз Microsoft, все как понравится. Клиентов на тот момент одновременно было штук 30. Они все работали уже долго к тому моменту, у них все было хорошо. Я как норики полез туда, две недели сплошные тормоза. Что бы я ни делал. Слушайте, ну вот тут прозвучало слово кэширование. На самом деле кэширования как такового там нет. И почему были лаги, вот я честно сказать, я не смогу. На смартфоне можно клиентам записать. На смартфонах просто упомянули. Собственно, совсем недавно 1С начала развивать мобильные приложения. Сейчас это в App Store и Google Play есть решение для нескольких конфигураций, которые позволяют просто получить некую сводную информацию о том, что у тебя в бизнесе творится. В этом году 1С выпустила решение мобильная касса, которая позволяет взять, допустим, iPad и ходить по магазину с ним и там выбивать какие-то заказы покупателей, а человек может забирать, допустим, на кассе будет. И да, 1С планирует развивать все-таки мобильные технологии и может быть когда-нибудь мы сможем получить в свои руки 1С, который может быть полноценно работать с мобильным устройством. А можно и самому писать клиента? Можно. А клиент может использоваться для какой-либо инвентаризации? Можно. Легко. Это, в принципе, старое решение. Смартфон бери. Я не тебя спрашиваю, спасибо. Да, на самом деле может. Если мы возьмем, к примеру, терминалы Мотороловские, которые вот как КПК-шник со сканером, по большому счету, ты заставляешь эту Моторолу звонить тебе, допустим, по RDP, ну либо другим способом звонить к Одинеске, и да, ты прощелкиваешь товары на складе, и он у тебя там заполняет инвентаризации. А на сколько это нативное решение? Нативное уже давным-давно. Уже реализовано. Уже годы где-то как раз таки, наверное, 2004-2005-го. Потому что вот это решение, оно было в Windows Mobile написано, потому что народ пользоваться начал оборудованием. развернуть Одинеску в компании, на самом деле, казалось бы, два пальца, да, купи лицензии, купи там, допустим, новую сервату, и все запускай. Но вот в рамках своей карьеры я неоднократно сталкивался с тем, что клиенту зайти со словами, давайте вам сделаем Одинеску на Linux, дофига как трудно. Возражений множество. У нас лицензионное ПО. Естественно, клиент, у которого куплены, а таки бывают, у которого куплены реально лицензии на Windows сервер, у него купленная винда там, клиентская у него действительно купленная Microsoft SQL, и вы его на Linux никак не перевидеваете. А зачем, собственно? Да, иногда смысл теряется, совершенно верно, да. У нас так принято. Опять же, это русская курсная привычка. Мы сидим, допустим, на Windows 98 какой-нибудь до сих пор, но мы к ней привыкли, потому что у нас там бухгалтера новые ничего не освоят. Освоить, кстати, на самом деле, тут вот опять же, когда я готовился, были вопросы, насколько сложно перейти будет с винды, допустим, как раз таки на Linux в рамках вот именно бизнеса, да. Да ничего сложного, коллеги. У меня был проект, и мы никаких проблем там не встретили. Потому что люди, которым необходимо было получить автоматизированные рабочие места, у них реальная задача. Им нужна DNS, им нужен почтовый клиент, им нужен там Word, Excel. Все. Причем Excel не какой-то набороченный. OpenOffice на тот момент абсолютно хватало. Следующая проблема, с которой вы столкнетесь, особенно если вы захотите внедрять DNS в компанию, в которой вы работаете, уровень ответственности, что имеется в виду. Linuxовых администраторов в России, к сожалению, пока мало. Все-таки у нас народ под винду заточен. И многие заказчики, многие работодатели боятся приходить на Linux инфраструктуру именно потому, что вот сегодня ты у них работаешь, ты им все сделал, все классно, ты это все поддержишь, а завтра ты увольняешься, и кто этим будет заниматься. Опять что, доносите до вашего руководства, либо до ваших заказчиков, я не знаю, что администрирование Linux не такая уж и страшная вещь, как она была когда-то. А что поменялось? А когда... Вы знаете, я... Я сменесил Linux на 98-го года, а что поменялось? Ты знаешь, я вспоминаю 2003 год, когда я столкнулся с Linux, это был RedHat, который в России выходил под названием Красная Шапочка, был такой дистрибутип. Как я похерил фотографии на моем компьютере за три года, потому что я диск разбил криво, как меня за это, что меня первая жена не убила. Ты просто не забил диск, чтобы уменялось. Ты тоже знаешь, что ты можешь похерить в татарском, потому что ты не знаешь... Ну, 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 пока работать не надо. Я серьезно, серьезно. Windows 3 от Windows перевести до Linux, это сложновато все равно. Нет, на самом деле, видите, раньше, когда Linux только зарождался по большому счету, ну, в 98-м году, когда вот я на Linux пришел. А администрирование его было спрошено с трудностями, потому что конфиги правились Vim-ом. И сейчас. И сейчас. И сейчас. Нет, я не отказываюсь. Нет, я к тому, что сейчас... Просто, чтобы не продолжать, как бы. Cellf Engine сделали в 2006 году. 90% делается ручками и все, пишется в консоли. Но ведь выходит куча буя для как раз таки исправления каких-то конкурентов. А ничего не изменилось. Суть не изменилась, но люди, по крайней мере, хоть могут видеть. А для большинства директоров, винус, командная строка и все. Да. А то, что это может быть как-то мило-симпатичнее, как Аванин. Выше равно. Сложности реально будут. Если вы захотите вашу контору переводить полностью на СПО, Одиннайска будет вас тормозить. Когда-то, давным-давно, была попытка создать костыль на промежуточном этапе, для того, чтобы можно было одиннадцатку линуксар запускать. Все это уже слово сегодня услышали. Это было решение от питерской конторы, это СОП. Которая реализовала... Но она есть сейчас, да. Но уже все, уже ушла, да. Никуда она не ушла. Никто это, на восьмерке уже не используется. И на самом деле, даже до сих пор, коллеги уважаемые, если вы захотите в линуксе запустить 1С, на антипишник к Этерсофту зайти придется. Потому что есть вот такая маленькая шучка. Это аппаратный ключ защиты 1С. И Этерсофт, собственно, почему и появился? Потому что Этерсофт реализовал перехват этого самого ключа в виртуальную среду вайна. Главной проблемой, собственно, 1С была вот эта вот железка мелкая. Сначала 1С, потом 1С. А сейчас программная уже все, полно еще. Вайн до сих пор не имеет одновременный доступ к файлам. И это тоже, да, есть такой момент. И к SQL тоже доступ не давал обычный вайн. Да. Этерсофт в SQL он отличается .gfile. То есть он не давал промежуточный слой. Да. Есть такое дело. Но она, к сожалению, падает. Не падает. Да у меня падало. Я этим там год дал. У меня есть, у меня на службе не организация. Я рассказываю на службе не организация, в которой 70 человек работают. под этот софтом. Играйся 7 в 7. А как они на сервере работают? Ну, в смысле, там терминальный сервер какой-либо? Да, да. Я могу рассказать после выпуска, если кому-то интересно. Окей, вот да. Да, интересно. С подробностями. Да. И, собственно, да. Что касается этого софта, почему он стал неактуальным? Ну, потому что, во-первых, вышел нативный клиент после Linux. А второй момент, то, что ключи аппаратные, которые я вам показывал, они по большому счету больше не нужны. 1С сделал активацию программную, так называемую. То есть, ты программу спускаешь и вводишь ей пин-код, она там, как винда обращается к серваку и говорит, да, все окей, будем работать. Вот. Ну, интерсофту, конечно, надо сказать огромное спасибо за все то, что они сделали, потому что не одним 1С все-таки бизнес был жив. Был сбис, был гарант и тому подобное. Итерсофт позволял все эти решения запускать в среде Linux. И, возможно, это стало одним из самых главных катализаторов для конечного развития того, что 1С поперешла к Linux. Ну, это все было в прошлом. Что мы имеем сейчас? Сейчас, как я уже говорил, у нас есть нативный клиент, то есть, для рабочих станций под Linux. Поставляется уже готовыми DPRDM пакетами, о чем я упомянул. Серверная часть уже есть достаточно давно. И 1С предлагает в качестве баз данных нам использование достаточно большого перечня. Там MySQL, там есть Oracle, там есть IBM и есть свободный FastGree. Опять же, вопросы тут возникли. Рассказывают тогда из личного опыта. FastGree, как бы это помягче сказать, но он похуже, чем Microsoft SQL SEGA. Он помедленнее обрабатывает данные. Мы тестировали в свое время при внедрении. Процентов 10 разницы получается на этапе проведения документов. Но это под час 2-3, ну, может быть, 5 минут для очень больших баз данных. И если, опять же, у ваших клиентов либо у ваших руководителей какие-то сомнения возникают, вы им называете эти цифры? Они не должны пугать. Это не доделка со стороны 1С, потому что в FastGree есть блокировка на новой записи, но 1С ее не сделала. 1С много чего не сделала и много чего сделала. Но это можно в самом FastGree настроить. Не получится. Знаете, почему не получится? Потому что 1С опять всех перехитрило, а FastGree, который 1С использует, это не родной. Сейчас уже можно родной. Нет, сейчас родной, но пропатчете нужно будет ее. А, ну да. Но все равно это немножко не то будет, понимаете? То есть, если вы сайты FastGree скачаете, то вы 1С к нему не прицепите. Придется базюкаться. Потому что у 1С есть там наборы полей базовых данных, которые вот ей необходимы для работы, которых по умолчанию нет. И у Майкрософта есть недостатки. Он не умеет, это, вот в 13 версии у них проблема с кэшем. Он кэш не сбрасывает. Слушай, не сталкивался ни разу, ничего не скатывался. Был ли такие случаи, когда накапливается кэш и память переполнялась? А, все, я понял. Проблема с памятью была. Как человек практикующий, дам совет. Очень часто такая проблема, все, я понял, о чем ты говоришь, возникает с современными конфигурациями 1С. В 1С внедрили такую вещь, которая называется полнотекстовой поиск. То есть можно справочников теперь искать из любого места, он будет находиться. Но, действительно, индекс вот этого полнотекстового поиска иногда раздувается до неимоверных просто размеров, до неприличных. И вот у меня был прецедент. Компания, всего два компьютера, розничный магазин. Собственно, мы там на SQL Express поднимали им клиенцированный вариант. В общем, запуск 1С, пока мы эту крену не отключали, занимал до 8 минут. Вот такая жесть, да. Всего два компьютера в сети. Причем один из них обычно простаивает, он стоит на складе. Вот такая вот беда. С точки зрения пастгри, внедрение его и его адаптация под 1С, особо какие-то сложности сейчас не вызывает. Особенно, повторяюсь, если вы будете патчить не нативную поставку, возьмете с диской ТС, то развертывание будет занимать минут 10-15. С точки зрения производительности я вам уже сказал, что да, разница есть, но она настолько незначительна для малого бизнеса, что на это можно будет и забить. Что касаемо трудозатрат при внедрении, одна из самых главных вещей. Трудозатраты, на мой взгляд, на мой опыт, не различаются. Хоть вы внедряете 1С, допустим, на Microsoft SQL, хоть вы внедряете на пастгри, хоть, ну ладно, IBM OR, хоть другая тема, там, ладно. Там другие деньги. Вот. Поэтому, опять же, вашего руководителя всегда может успокоить, что надолго не затянется. Подводные камни. Да, они есть. Да, вы с ними столкнетесь. Но подводные камни, там они лечатся обычно настройкой Брандмауэра, потому что иногда, бывает, блощатся порты. Но я это всего один раз в своей жизни не встретил. Так. Собственно, продолжаем работать с возражениями. То, что ваши работодатели могут вам сказать и как с ними бороться. Если ваш работодатель уже почти готов перейти на Linux инфраструктуру, коллеги, вы ему просто покажите цифры. Вы ему покажите, сколько стоит Microsoft Server. Вы ему покажите, сколько стоит SQL Server. А если работодатель еще захочет, а давай у нас это все будет на серваке работать, вы ему еще покажите, сколько RMS клиент, лицензии стоит. Уже не RDP. Теперь это Remote Management Service называется. Раньше был Remote and Stop Connection. Была такая тема. Сейчас переименовали. Я тоже когда Microsoftом занимался, позор мне позор. Я тоже долго привыкал. Про временные затраты на внедрение. Внедрение в DNS это всегда три этапа по большому счету. Первый этап это подготовка инфраструктуры. Но здесь вы все специалисты, я думаю, вы сможете подготовить быстро. И по большому счету, если уж на то пошло, то подготовить инфраструктуру для запуска DNS в Linux, мне кажется, проще. Вот честно. Потому что все то, что в DNS надо будет для работы, ну там да, может быть пара зависимостей есть, но их установить в минутное дело. И запустить в эксплуатацию там… Деньги поднимаются. Что касается денег. На сегодняшний день политика DNS-франчайзи такова, что дополнительные какие-то деньги с вас там бизнес-аналитики, такие вот как я допустим, программисты брать не станут, если вы работаете под Unix. Потому что платформа для них остается одно и то же. Решение остается одним и тем же. Поэтому если вдруг вы решаете внедрять DNS под Linux и приходите там к какому-нибудь DNS-франчу, он вам говорит, ну 2000 рублей час, если под Windows и 2500 под Linux, шлите нафиг. А DNS в принципе в свое время делал информационное письмо, в котором дал прямо понять, что вот брать какую-то наценку за то, что вы работаете над DNS под Linux, не круто, не красиво и нельзя. А ему собственно все равно, он ведь работает с клиентской частью. Он все то же самое не видит. Да, может быть там у него вместо виндовых окошечек GTK, но какая кофе-к разница по большому счету. Обучение персонала, опять же то, о чем мы перед моим выступлением здесь разговаривали. Народ, если вы внедряете DNS, если вы делаете для бизнеса решение, то обучение персонала времени не займет намного больше. То есть вот этот момент, что научить 1С, это да, окей, там вы определяете по уровню знаний ваших сотрудников. А что касается работы с клиентскими приложениями, то извините, Firefox он у нас и под Windows есть, Thunderbird он тоже у нас под Windows есть и LibreOffice 5, который вышел. с этим будет проблема, потому что некоторые документы просто не откроешь в LibreOffice. все так говорят, но никто не может конкретно показать документы. XLS открой. Свободно. Да, ну то есть мы презентацию открывали, но будет вся какая-то серия. Плюс то есть, что презентация была адаптирована в LibreOffice 5, я здорово его сегодня поставить решил. И вот третий LibreOffice нам показал какую ерунду. Нет, у тебя просто подложка квадратная. Нет, 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 там был цифрус. Сейчас документы с собой могу показать. Вот, так что обучение здесь на самом деле туда не составит. У меня был очень интересный проект как раз таки по внедрению 1С с Linux. Мы завод по производству лака для ногтей автоматизировали. И вот мы поставляли этому заводу пост-терминал вот эти, которые с дальше экраном. Мы ставили там 1С клиент-серверную. И слушайте, ну вообще абсолютно никаких проблем не было. Да, и драйвера нормальные, кстати. Для тач-свины подхватились. Хотя там пару дней пришлось угробить. И самая главная вещь, которую вы можете вашим руководителям озвучивать, если вдруг вам что-то не понравилось, откатиться обратно на виндовую инфраструктуру всегда можно. Потому что если вы работаете в более-менее крупном бизнесе, то подразумевается, что база данных у вас есть SQL. Вы потом просто там сделаете, пожалуйста, под виндовью точно так же все будет работать у вас. Так, ну вот, наверное, поскольку я свое выступление вынужден был сократить, наверное, это то, что я хотел вам сегодня донести. Ну и самая главная мысль, наверное, моего выступления. Коллеги, если вам хочется, чтобы в вашей компании, где вы работаете, все было на базе СПО, будьте смелее, приходите к руководству с этими идеями. Не стесняйтесь. Что касается клиентской части, иметь в виду обычное приложение, они есть. Одинеско тоже уже есть. И вот Одинеско как раз таки в свое время в России была главной проблемой, чтобы Linux у нас пошел масса. Потому что всегда было возражение. Одинеско не заработает. Теперь его нет. Соответственно, пробуйте. И я надеюсь, что… Остались какие-то СБИСы. Что касается СБИСов и же с ними, смотрите, тут такая вещь. Не рекламирую, но просто объясняю. Одинеско хочет забрать, видимо, в подобный рынок себе полностью и в современных редакциях Одинеско, ну для бухгалтеров и для кадровиков, они засунули Одинеско отчетность. То есть, для чего раньше было нужно СБИС. Ты отчетность подготовил, ты ее по электронным каналам оказываешь. Сейчас это можно делать из Одинеско. И там, собственно, вот эти ключи криптопро под Linux, по-моему, тоже нормально поднимаются. Хорошо. И, в общем, пробуйте. А такой вопрос. Бухгалтерам вам не только нужно Одинеско, а еще бухгалтерское – это банки, клиент-банки подключать. Ну смотри, выбирайте нормальные банки. Что касается клиент-банка, смотрите. Конкуренция сейчас очень большая. Но начальство этого не докажешь. Нет, немножко по-другому надо заходить. Коллеги, кто работает администратором компании? Поднимите руки. Отлично. Теперь другой вопрос. У кого до сих пор в компаниях используется решение, которое называется клиент-банк? Это ключевой момент. Клиент-банк именно, да, как отдельное приложение? Очень много. Да, я знаю. Очень много. Так вот, отвечаю на твой вопрос. У меня бухгалтер работает банком, который работает только по клиенту. Да. Вот много. ВТБ, Сбербанк. Они работают. А ВТБ 24 работает только по клиенту. Надо звонить в поддержку и просить перейти на новый клиент. Это я хотел как раз сказать, что у многих, у кого клиенты есть, надо звонить в поддержку. Потому что очень многие банки сейчас пишут новые продукты, просто не выкатывают их на большой рынок. Да. Поскольку они там бета, байфа, версия. Да. Если звонить и просить или потребуют, то... В конце концов, друзья мои, клиент-банк, вот именно как отдельная программа, по большому счету это прошлый век. Пользоваться надо интернет-банком. Интернет-банк позволяет нам выгружать там текстовичок, в котором вся информация о прошедших платежах хранится, и Динеск его нормально подхватывает и раскидывает платежки по конградентам. Но... Прелесть банк-клиента заключается в том, что ты можешь подготовить еще большое количество платежек и отправить их одним кликом. А когда у тебя, допустим... А в Одинеске это можно все сделать? Точно так же в Одинеске можно обидеть платежные поручения и сделать... Да. Сейчас все делают через Одинеско. Это при условии у тебя Одинеско позволяет? Да. А сейчас везде позволяет. Бухгалтерия позволяет. Ну так кто? Очень многие... То есть... С Маком есть проблемы, а с Линуксом нет проблем. Ну вот, я пока не работал, не ставил Криптопро. Ну вот у меня, собственно, как раз таки есть один заказчик, с которым вот мне придется столкнуться. Как раз таки они хотят 1С отчетности. Вот я там впервые действительно буду своими руками смотреть, на что это похоже, работа Криптопро. Он в Виндусе корява работает. А один с другом работает. Вообще, в принципе, корява тебя работает. Не, ну вообще можно отходить в Криптопро. Ключи, они универсальные. Просто ключи, причем они стандартные. Нет. А Аладдинские ключи, да. Ну а кто тебе подпишет его? Ну да, не сможешь ты без этого уйти. По ней же стандартные есть тег фотографии, который... Какой ты молодец. Приди ты с этой идеей, Аладдин, и тогда мы вообще от всех проблем избавимся. Но пока Аладдин и его политика ключей нас во многом ограничат. Я этим вопросом интересовался. Реально это можно сделать. Ну, за правильную безопасность... Никто это не делает. Аладдинский криптопровайдер может. Главное, чтобы ключ был доверенным, удостоверяющим. Да, да. Все остальное не важно. Какой программой ты пользуешься на своем компьютере, это уже не важно. Это так. Я, собственно, работал в одной конторе. Мы продавали пустые ключи аладдиновские, но там мы продавали пустые ключи очень большому колдингу, который, да, позволял сам их подписывать. Ну а так, если ты маленькая компания, и вот ты хочешь поискаляться, то тебе придется звонить в Аладдин покупать пустой ключик и просить на него зашить микропрограмму по твоему желанию. А это уже хорошие деньги. Извините. Так что маленькая компания... Ну я понимаю, но видишь, но пока, к сожалению, у нас инфраструктура вся общероссийская такова, что ты против этого не попрешься. В общем, нам обещают, конечно, русскую операционную систему, но я когда на «Рассуллинг» посмотрел, если кто-то пользуется или кто-то от них здесь присутствует, извините, но это ужасно. «Росса» это испохабленный, похеренный, извините меня за мой французский, мой любимый стебудик Мандрива. Мандрива была шикарна. А у «Росса» это буквально недавно новости были, о том, что у них еще какие-то они... В общем, из «Россы» недавно ушел их технический директор, и команду с собой забрал. В общем, не взлетела русская ось, не взлетела, а Мандриву похерили. Еще раз извините меня за мой французский. «Россаша» позиционировалась, и на «Россу» много денег в то время выделили, чтобы она стала русской операционной системой. Там денег было немного, во-вторых, там уже с таких проектов... Ну, кого лучше... Дай Бог импортозамещение нам поможет. Да классно. Я, например, больше рад, сейчас идут большие работы по Афтримборту... Оракомат Базбазгресс. Это интересно, я думаю. Да, я тоже об этом слышал. И довольно неплохие деньги сейчас Клёв Портунов получил, чтобы писать, например, рефликацию нормальную мастер-мастер. Ну, то есть там... Ну, дай Бог, да, мы это все увидим. По крайней мере, это плюс будет. Кстати, вот, кстати, вот, к вопросу о совместимости. Вот, эта презентация изначально была в Форкоте сделана, потом она была немножко изменена в этом пятом LibreOffice. Вот смотри, видишь, что с цветами случилось? Ну да. А какой белый? Не, но я хочу сказать, что мне кажется, что Powerpoint – это самое проблемное приложение. Остальные не так, да. Excel еще. Даже, нет, даже... Даже скрипты теперь... Даже скрипты запускаются в большинстве случаев, да. ... ... ... ...